Добрый день, дорогие друзья! С вами снова программа iXBT News Digest с новостями о первом смартфоне от Samsung с металлической рамкой, хромбуке на базе NVIDIA Tegra K1, фитнес-трекеры с рекордным временем автономной работы, об умном мотоциклетном шлеме, а также об аудиосистеме, нарушающей законы физики. Компания Samsung представила смартфон Galaxy По ряду характеристик новинка стала первой в линейке Galaxy. Она первой получила металлическую рамку, первой перешла на карточки формата nanoSIM, а также Galaxy Alpha стал одним из самых тонких смартфонов Samsung. Толщина корпуса составляет всего 6,7 мм. В Galaxy Alpha используется экран Super AMOLED диагональю 4,7 дюйма и разрешением 1280х720 пикселей. Аппаратной основой смартфона выступает однокристальная система Exynos 5 Octa 5430. Объем оперативной памяти составляет 2 ГБ, объем интегрированной флеш-памяти равен 32 ГБ. Увы, слота расширения памяти в устройстве нет. Разрешение тыльной камеры составляет 12 Мп, лицевой – 2 Мп. Основная камера обеспечивает запись видео разрешением 4К. Samsung использует в устройстве съемную аккумуляторную батарею емкостью 1860 мАч. А в качестве операционной системы используется Android 4.4.4 с интерфейсом TouchWiz. Уже в сентябре новинку можно будет приобрести в 150 странах мира. Ринцировочная цена изделия – 500 евро. Компания Acer представила свой новый ноутбук на базе операционной системы Chrome OS – Chromebook 13, основанный на однокристальной системе NVIDIA Tegra K1. Его стоимость составляет 280 долларов за модификацию с дисплеем разрешением 1366 на 768 пикселей. За версию с экраном Full HD придется отдать на 100 долларов больше. Кроме разрешения экранов, модификации отличаются объемом оперативной и флеш-памяти. В первом случае это 2,16 ГБ соответственно, тогда как во втором – 4,32 ГБ. Acer обещает 13 часов автономной работы для младшей версии Chromebook. Это уже второй пример после планшета Xiaomi Mi Pad того, что очень производительная платформа Tegra K1 показывает себя очень энергоэффективной. Компания Magellan намерена пополнить свой ассортимент фитнес-трекером EcoFit. Среди своих конкурентов он выделяется круглым дисплеем, выполненным, судя по всему, по технологии E-Ink или Memory LCD. Кроме этого, он сможет порадовать владельца феноменальной для этого сегмент автономностью – от 4 до 8 месяцев. Сопряжение со смартфонами происходит посредством Bluetooth 4.0. EcoFit защищен от попадания внутрь воды, но компания предупреждает, что для погружения они не предназначены. Новинка может работать с устройствами Apple, а также смартфонами с Android, но версия системы должна быть не ниже 4.4. Что же касается возможностей трекера, они достаточно стандартные. EcoFit умеет считать шаги, расстояние, калории, следить за фазами сна и будить пользователя, а также позволяют управлять воспроизведением музыки. Устройство ориентировано в первую очередь на людей, занимающихся спортом, поэтому EcoFit поддерживает работу с множеством популярных сервисов. При этом они не умеют выводить на дисплей информацию о входящих сообщениях, звонках и т.д. Стоимость Magellan EcoFit составляет 150 долларов. В последнее время производители наделяют приставкой умные различные электронные устройства. Расширить ассортимент таких вещей решили разработчики мотоциклетного шлема Scully AR1. От своих обычных собратьев шлем Scully отличается наличием электроники. Во-первых, он оснащен камерой заднего вида и дисплеем, куда выводится изображение этой камеры. Она характеризуется обзором в 180 градусов. Во-вторых, шлем оснащен модулем GPS. Данные карт могут выводиться как в минималистическом режиме сверху изображения с камеры заднего вида, так и в расширенном режиме в отдельном окне. Также Scully способен связываться со смартфоном и отображать, а также озвучивать входящие вызовы, позволяя отвечать на них посредством голосовых команд. Автономность шлема составляет около 9 часов. На данный момент проект собирает деньги на площадке Indiegogo. Первые устройства будут отправлены заказчикам в мае следующего года. За них нужно отдать 1400 долларов. Компания OM-Аудио представила интересную аудиосистему OM-1. Выделяется она тем, что нарушает законы физики, а если точнее, закон всемирного тяготения. По крайней мере, так может показаться увидевшему устройство человеку, который не знаком с принципом магнитной левитации. Акустика представляет собой небольшой шар. Она способна работать автономно, без использования подставки. В этом режиме аккумулятора будет достаточно для 15 часов работы. В случае с использованием подставки ее необходимо будет подключить к розетке. Сопряжение с источником музыки происходит посредством Bluetooth. Также устройство оснащено микрофоном, что позволяет использовать его в качестве системы громкой связи. На данный момент производитель запустил сбор средств на реализацию идеи. Стоимость системы при предзаказе составляет 180 долларов. Поставки должны начаться в декабре. Это были самые интересные новости прошедшей недели. Субтитры создавал DimaTorzok